МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель Распочинае информационный выпуск телерадио-компании Гомель. У студии Наталья Гнатенко. Доброй ранецы. Сегодня у Гомельским областным клиничным шпиталей инвалидов Великой Айчинной войны отбудется урочистая падея – открытие нового отделения сосудистой хирургии прединсультных станов. Янустане 11-м палику и будзе различена налячение 1-часово 30 пациентам. Аделенне немая аналога Украине, у першыню у одной медустанове будзе оказываться одразу три виды допамоги людям, ике знаходяться у перединсультным стане – хирургия, терапия и реабилитация. Падрабязный репортаж с открытия нового отделения глядите в наших наступных выпусках новинов. Первый у Беларуси семейный дом для молодых людей с обмежеванными махчымастями отзначил 15-ти годзе. Гэта сумесный проект Международной доброчинной организации «Дапаможем детям разом» и Гомельского областного комитета по опраце занятости социальной обороне. Олег Сенсеров оценил все плюсы такого супрацовництва. Первый у республицы семейный дом для молодых людей с обмежеванными махчымастями в 2000-м открытии у Весы Климука Гомельского района. Нельзя сказать, что это было очень просто, и сумнений не возникали, и разных проблем хапало, как у любой новой справки. Хоть мы это было очень гуманное, да помочь молодым людям с обмежеванными махчымастями адаптироваться до жития в громадстве. Светлана Лапо сегодня изначаливает доброчинную организацию по охове «Живел». У 2000-м она была сирот пеших жихаров семейного дома. Благодаря этому дому мы можем теперь самостоятельно проживать. Благодаря этому дому мы много чего умеем, и благодаря этому дому он нам прибавил смелости в жизни. Потому что когда ты выходишь из интернатного учреждения, у тебя, как правило, паника, у тебя, как правило, рассеренность, потому что ты не знаешь, в чем будет состоять твоя дальнейшая жизнь. Сегодня в семейном доме для молодых людей с обмежеванными махчымастями постоянно проживают 4 человеки. Плюс, прикладно, на месяц сюда проезжают выхованцы дому-интернатов. Все ж таки такой практики самостоятельного життя у специализованных установок не отримаешь. У покоях, сдается, есть все для нормального життя. Ноутбуки, на яких можно глядеть телепередачи, спортивные тренажеры. Але, что ураживает борщ за все, так это ведьми великая койкость образов. А почему же хори семейного дома разговаривают со святыми на образах? Вядома только им. От переважной большинства молодых людей, які знаходятся у домах-интернатах, батьки отмовились яши у родильных домах. Почас святкования 15-го юбилея первого Республики Семейного дома для молодых людей с обмежеванными махчымастями, посол Великобритании Плюс Бакнал узнав поваги до господаров, разговляя на русском мове. У речи семейный проект – это подтверждение махчымастей эффективного супрацовництва краин у гуманитарной сферы. До того ж, селита Беларусь подписала Международную конвенцию об правах инвалидов, чим продемонстровала своё имкнение больше уваги надавать к этой категории насильництва. Может быть, это знак, что для правительства это важная задача. Также это знак важности политики социальной защиты. С британского боку удел устворения Семейного дома 2000 приняла доброщенная организация проект «Потримки детям Беларуси». Сегодня ее указавший директор Линда Уолкер-Хажа, что с Роблиным целиком задоволена и огучивает новые планы. Открыть еще один семейный дом для молодых людей, якея мают не вяникой отчинение не в психичном развитии, а ле при отповедной до помозе смогут самостоинно жить у громадствы. Мы планируем открыть такой дом не на долгий срок, а на временное пребывание молодых людей для того, чтобы они побыли там какое-то время, приобрели навыки и потом другие места них приехали. Алексей Тюров, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». У гэтая дни у Гомельской области проходить месячник по добру парадковании населенных пунктов и наведении парадку на земли. Выники працы по гэтым на керунку закликаны оценить областные рабочие группы с проверками комиссии на керованы во все кутки в области. Одным из первых, яны, наведали Мазырский район. Еще в начале года это воинское похавание у Мазыры только умовно называлось «Вечным огнем». Сюда подавались дорогие звездкованные газы, тому огонь запаливали только по святых. На сенье до Кургана Славы подведен и природный газ, что для городского бюджета обуходится в два раза тоней. Теперь очаг тут николи не сгасает. Переканалася у гэтым и рабочая группа Аблвы Конхама. На этом не становлюсь, есть задумки еще и на будущий год, поэтому будем там тоже продолжать работать. За счет средств районного субботника приобрели несколько аттракционов в парк, заменились старые. Провели много мероприятий по благоустройству, установили архитектурные формы. Я думаю, что жителями города это по достоинству оценивано. Гэтый дом был побудован и в 70-х годах минулого ста годзе, однако свой узрост юн не выдае. В гэтым годзе тут отрамонтовали дах, подвальное помешканье, лесвичные пляцовки, заменили лифты. И такими обновками у Мазыры могут похвалиться жахары прикладные еще полсотни домов. О, здесь большая разница. Хорошо, хорошо сделали. Старались. Что-то делать, где крыльцо сделать, где очень хорошо. Очень довольны. Балконы уже утеплили, мне примерно утеплили. Сегодня в Мазырском районе 92 населенные пункты. В гэтым годзе усеяны были обсталяваны контейнерными пляцовками. Организованы, централизованы вывоз коммунальных отходов. Их доставляют на гэтую станцию. После подорожа по линии сортования недавние отходы, уже в выгляде сыровины, отправляются на перопроцовку. Парадку и прыгажосте региону додалее малые архитектурные формы. В гэтым годзе их установлено прикладно полтысячы. Сыродже масштабных проектов будовництва дитячого саду на 300 месту, доброупарадкование набережной и реконструкция помнек архитектуры минулого 100 года, будинка Драмтеатра. А кроме того, до конца года будет увидено в эксплуатацию в училище Олимпийского резерва. Мы видим, что большое внимание уделяется как благоустройству города, так и содержанию санитарному самих населенных пунктов как Мозыри, так и районов. Традиционно Мозырский район наследирует в этом направлении. Также хотелось бы отметить, что не хуже выглядят и те районы, которые мы обследовали. Поэтому по результатам нашей работы будут определены победители в каждой категории. И, безусловно, мы дадим оценку каждому району по выполнению распоряжения и участия в этом мероприятии. На сегодня в области працуют пять рабочих групп. Их задача – разглядеть працию, дать оценку службам района и города по доброупарадкованию дворовых территорий, рамонте в уличной дорожной сетке, жилевого фонду и многих инших на прамках деяности. Выники масштабной проверки подведутся на подшатку Снежния. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Коммунальные службы, які забеспечиваются теплёння жилевого фонду и администрационных будинков, працуют в штатном режиме. Про это поведоми у намесник генерального директора жилевого коммунального господарки Гомельской в области Вячеслав Пархоменко у эфиры радиостанции «Гомель-плюс». У бягучим годзе тепляльный сезон стартовал крыху ранее, чему минулым. Не глядячи на это, дякуючи мероприемствам, які проведены вперед под рыхтовки, а тепляльная система запустилась без боев. За довольно высоких для этого часу года температуру дзённый час теплокрыницы працуют у режиме пропальвання. Зрешты, и до резкого похолодання коммунальники таксама готовы. Неприемных нічаканностей убыть не повинно. «Имеется необходимая техника. Это касается обработки дорог песчано-соляной смесью. То есть у нас всё подготовлено, созданы необходимые запасы. На случай каких-то внештатных ситуаций аварийные службы тоже так же подготовлены, укомплектованы, проведены необходимые проверки, тренировки с персоналом». У весь света значу дзень не курэння. У Гомеля его вырашили провести за круглым столом перамоваў. Праблему курэння за им обмерковали психиятры, наркологи, онкологи и іншые специалисты. Пляцовкой обмеркованне устав отдел Громадского здоровья Гомельского областного центра гигиены эпидемиологии и Громадского здоровья. 30% жихароу Гомельщины на сёне з'являюцца курцамі. По статистыце, таке людзі прикладна у 12 разов больш схильны до стенокардии и инфаркту миокарда. У 10 разов частей яны хварэюць на язву страуніка і у 30 разов на рак лёгких. Даречэ, привести до такого букету захворваннё можа і пасівная курэння. Пачас круглого стола медики доказалі гэта на конкретных прикладах сваёй працьонай практикі. Вчерашня пацієнтка, которая у меня была, которая абсолютно положительна женщина, не курящая, заболела раком лёгкого. Откуда, что, чего? Курящий муж. Яркий пример пасівного курэння і развіця этого онкологіччякого заболівання. На нашім круглом столе были рассмотрены вопросы зарубежного опыта в рамках борьбы з табакокурэнням. Также были озвучені психологічні і физіологічні аспекты формування табачній завісімісті, рассмотрены вопросы профілактики онкологічніх заболівань і наметені основні пуці рішення данной проблеми. Протягуваць проведзенні што-месячных республіканских правовых прийома у Федерації профсоюза у Беларусі. Калі ранее місцем їх проведзенні былі районны і грацкі і аб'яднанні, то зараз консультація адбываюцца і на прадприємствах. Кожна пошній чатвер месіца можна трымаць адказы по пытаннях, звязаных з абаронай працонных і соціально-экономічных інтареса у громадзян. Бесплатные консультації проводзять правовые інспекторы Федерації профсоюза у Беларусі. Чарговый прийом адбудзіцца 26 листапада. На Гомельщині даведацца абмесця яго праведзенні можна будзе з 23 по 25 листапада па телефоні 71 0108. Код Гомеля 0232. У Белай Гастіна і Палаццу Румянцевых і Паскевича адбывся концерт музыка французскіх імпрэсіянистів. Яго працтавілі лауреаты міжнародных конкурса Уксенія Бельцюкова і Марына Рамейка. У віртуозным выкананні скрыпкі і фортепіяна прыхільнікі вытанчанай музыкі пачулі лепші атворы французскіх компазітора У Клода Дебюсі Марыса Равеля і Сазара Франка. Яркі, шчыры, часам хвалюючі драматизмам мелоды рубяжа 19-го і 20-го стагодзів адлюстровують свет чалавічых пачутців, адкрываюць перад слухачамі чароўнасті паэтычнаць прыроды намаляванай тонкімі оригінальнімі гукавымі фарбамі. А трымаця салоду ад гэтых каларытных малявнічых і месцамі навад экспрэсівных музычных дворов, які увасабляюць спрадвечна французскі стыль, гамельчанамі гастям обласного центра дазволілі таліновітае сталічныя музыкі. Піаністка Марына Рамэйка скончила Венскі універсітет музыкі і выканальніцькага мастацтва. Удзельнічала ў міжнародных школах выканавчага майстырства і майстры-класах вядомых музыкаў. Скрыпачка Ксения Бельцюкова, дачка вядомага ў Беларусі композитора Сергія Бельцюкова. На музычном інструменці награя більш як 20 годів. Недаўна дзяўчына мох. Даречі, скрыпцы, на якої Ксения віртуозно виконувае музычны отворы Амаль Сто Гадоў. Я играю на скрипке французского мастера Каунс Нон, такой мастер, это Париж, 1920 год. Скріпка, наследы скрипки я играю недавно, буквально пару лет, вот я очень довольна, і она дзятиценно мне помогает в этих произведеннях подчеркивать і красоту, і тембры, і звуки. У Гомельской Центральной Горадской Библиотец имя Герцен адбылась творча сострэча з літераторам, лауреатам прэмії имя Кирилы Туровська Гавалерем Вятошкіным. Для маленьких чытачоў ён презентаваў свае паэтычныя сборнікі дзятячых вершав «Непаседы» і «Дзяткі шалунішкі». Гэта маляунічай люстраваныя книжкі, ў які увайшлі Вятошкіна. Два гады таму паэт выпустіў сборнік «Тапатушка», які просвятіў сваёй старэшэй ўнушцы. Нарахунку аутра таксама три книги для дарослых. «Палотныня бёсаў», «Надмітуснюю часоў» і «Дарогай быцця». Усё сваў жыццё Валерий Вятошкін працаваў будавніком, а паэзія для яго заклік душы. Творчасті аутра ўжо паспіле оцаніць ў нашай краіні. За сборнік «Непаседы» ён став лауратым прэстіжной літературной прэмі імя Кирилы Туровскаха. Такі высокі давер не выпадковаўсь. Валерий Вятошкін не толькі выдатна володая слогамі рифмай, ён уме глядзець на навакольны свет так, як бачыць яго дзіця. Раскрываюча незвычайне, ў самым звычайным, наполняючі радки своіх пэтичных твору виключно добрынёй. В стихах мы должны нести свет, любов, потому что вот эти основные принципы должны в любом произведении прослеживаться. Вот для меня когда-то было алая паруса Грина, и вот может я иду с этим, вот эта мечта такая, чтобы всё было хорошо, все были добрые, счастливые, любимые, любящие. Выглядели информационный выпуск телерадою компании Гомель, у студы працывала Наталья Игнатенко, я и мои коллеги жыдаем вам удалого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова